Всем привет, друзья! С вами канал Bonapiti, Толя, Вика, часть наших друзей и одна из самых старых и вами любимых рубрик «Дорого против дешевого». Мы наденем маски и постараемся угадать продукты, несмотря на них, а сначала лишь пробы. Вот такая вот незамысловатая, веселая механика. Давайте будем пробовать. Поехали! Проверим, ты же любишь блайнд-тесты? Мне Энди тоже блайнд-тесты устраивает так все время. Сок потрясимый. Да, пахнет соком. Это сок Рич. По-моему, в правой Рич. Ты прям бренд еще знаешь? Мне кажется, в левой Рич. Олег, мы должны быстро сделать выбор, чтобы не сидеть в этих дебильных масках. Ой, я знаю. Вот тут вот дорогой, а вот тут дешевый. Нет, сто процентов. В правой Рич, а в левой какой-то другой сок. Так, какой дороже? Что просто Рич, это дорого или нет? Я не могу понять. Ну, Рич, наверное, написано «дорого», «богатый». Ааа, в этом смысле. А с мягкостью, конечно, дороже. Вот этот вот сок дороже. Так, стало вам все намного понятнее. Два оранжевых сока. Нет, просто вот этот более, ну, типа вот этот, мне кажется, менее, это более разведенный. Тут вот дорогой, а тут дешевый, вот я сказала. Да. Ну, так и видно. Потому что обычно, я любитель апельсинового сока, если честно, в дорогом соке обычно есть мякоть, а вот в дешевом, который такой, типа разбавленный чем-то, там просто, ну, такая жижечка. Что, разница в цене в 8 раз. Это очень много. Я думал, что меньше. Я думал, в раза в 3. Надо быстрее выпить этот дорогой сок. Вы же пока не отобрали, они же его обратно перельют и продадут. Типа сербать, вот тут вот есть мякоть. Ой, ну, короче, заглотни. Выпей нормально. Не это, тот. Да, я Рич пью постоянно и как бы я не считаю, что это дешево. Не, ну это еще не самый дешевый, просто, ну, это еще нормальный сок. Ну, нормальный химозный сок. Я люблю все химозное. Ну, нормальный Рич – это нормальный химозный сок. Но его просто очень, ну, его почему-то очень легко отличить. У него есть запах специфический. Ну, вот я не знаю почему, но реально у Рича вот он как-то пахнет по-особенному. Вот тут вот даже вообще нет мякоть. И он какой-то очень сладкий. То есть, нет, тут чарчишься по запаху, что тут типа лучше. Пахнет дороголюзной тебе прям. Да, прям апельсин. А тут такое типа апельсин, а тут такое типа... Что-что-что? Ну, с мякотью конечна. Вот этот, который подороже, ну, я надеюсь, что он подороже. Да естественно. Ну, он поприятнее в нем, но он реально не щипет язык. Он как свежевыжатый апельсиновый сок. Да, он похож на апельсины перемолотые с водой. Ну, как бы это нормальная тема. У меня есть подозрение, что сок, который более дешевый, его специально, чтобы сделать таким более дорогим на вкус, накидывают всякую вот эту шелуху туда от этих апельсинов, и вот тут вот она есть. Поэтому я думаю тоже, что вот этот дорогой, а вот этот дешевый. Согласна с Анатолием, у меня та же ставка. Есть. Ой, ну вообще. Ну, серьезно, очень много шелухи в этом. Ты же пьешь, кажется, что это настоящая? Молодец, 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 молодец. Видишь? Рич я узнала, родненький. Это Рич, да? Давай, чокнемся этим дорогющим соком. Да по вкусу они одинаковые. По вкусу они одинаковые. Они реально похожи. Если вот этот процедить сок от этой шелухи, то вообще одинаковые. Ты не отличишь ни разу. А может, я сделала пранк и налила нам два одинаковых? Просто накиданно, накращилась это все от опилков? Ну там типа как бы сахар. Нет, ничего полезного. Ну это сахар просто. Ну соки бутилированные, соки из банки. Господи, ну вообще дышать, вообще дышать это вредно. Ну что ты так уже переживаешь? Ребята, сдерживаем дыхание в день по 10 минут, прошу, пожалуйста. Ну что ты так переживаешь? Ну в смысле... Да мне... Я наоборот, химическая класс, отрава сюда, фастфуд жрать. Иначе зачем жить, если отказываться и потом думать, ох, я вообще-то за здоровую пищу. Ну в меру, ты как бы поел фастфуда, выпил там консервированный сок, заел огурчиком зрядки, все. Друзья, я на правах друга, напарника и соратника вот уже много лет, хочу порекомендовать вам подписаться на канал вот этого парниши, Толик, Толик с вашего двора. Он недавно открыл свой канал на ютюбе, на котором делает, планирует делать много прикольного классного контента. Пока там несколько роликов. Да, так что предлагаю перейти... И сегодня, кстати, выходит третий. У-у-у, ничего себе, ты обороты держишь. Да, поэтому ссылка будет в описании под роликом, переходите, смотрите, подписывайтесь обязательно и ставьте лайки. Я не знаю, что это, это плотное. Что, хлеб? Я вообще не понимаю, что по чем пахнет. Это какой-то хот-дог? Бутерброд? Нет, сэндвуч. Шаурмалик, наша любимая. Ну, женщина, давай покушать. Да, я хочу понять. Где вторая половинка моя? Вот это? Я хочу понять. О, я твоя половинка? Или ты про этот? Это пальцы? Да. А, Толя, это же это, твоя... Моя? Шварма, шварма. Сейчас в рот не попаду. Ммм, так вкусно. Да? Ты голоден? Нет, у меня вкусно просто. Ликонное. Как это называется, Анди? Ну, это же в булке. В какой стране? Спасибо. Мне очень вкусно. Ну, это же нормально. У меня чувствуется, что с душой сделали. Как это называется? Это поскольку шавурма или сэндвуч? Это не шавурма. Шавурма же в лаваше? Да. Тут прям хлеб. Сэндвуч. Получается. Дай мне вторую. А ты мне дай тогда вторую. Да. Поднял. Да в руку дай, наверное, просто. Взял? Отлично. Тут этот лаваш вот горелый и нет. Да. Да, да. А мне кажется, наоборот. Мне кажется, в Толину запихнули капусты и лаваш как раз таки... Ты понимаешь, что в твоей майонеза стойке все, не чувствуешь вкусов всех овощей? Мне кажется, это снимают, снимают штуку, чтобы не видеть как... Мне кажется, что да, вот та, которую я пробовал первый раз дороже. Моей была дорогая. Вот эта дорогая, я считаю, она лежала тут. А эта дешманская у Вики. Маму, первый. Ой, можно мне эту салфетку? Скажи мне, второй дороже. Нет, первый дороже. Это шавурма, ты не узнал свой шавурмонде. Помнишь, как мы орали, что мы ненавидим шавурму? Да. Ну, куришечка. Ленин, иди нахуй. А по каким критериям надо оценивать? Я не то, чтобы профессионал по шавурме, на самом деле. Я думаю, это дорогая, это дешевая. Качество лаваша. Ну, это я чисто, если честно, методом тыка просто. И качество лаваша. По-моему, качество лаваша одинаковое, Нди. Мне просто, мне вот это вкуснее просто. В этой лаваш такой. Я не могла пойти, какая дороже, какая дешевле. Как-то оно аккуратнее как будто бы сделано, замешано. Ладно, я не буду менять свое мнение. Нет, я скажу, что вот эта вот дорогая, которая была у меня на тарелке. Меня подкупает только зелень. Ничего себе. И огурец. Поэтому я предполагаю, что... Моя дорогая, да? Да, что в твоей тарелке тоже была дорогая, потому что она выглядит какой-то более разнообразной, скажем так. Такая-такая, лаваш свеженький, тут такой бетонный. Тут подороже, тут под... Я думаю, это дороже, это лишнее. Так, чисто, субъективно. Я не знаю. Соберите. Я чувствую вот это вот. Ты чувствуешь стоимость говна? Мы угадали. Мы угадали. А, мы угадали, давай. Но она вкуснее. Она вкуснее. А мы будем ли ставить лайк, если любишь шурму? Ставь лайк, если любишь шурму. Хорошо. Ставь лайк, если любишь шурму. Ставь лайк, если любишь толю. Ставь лайк, если любишь вику. Ставь лайк и ля-ля-ля-ля. Ой, ну это пиво. О, это пиво, да. Пиво. Да, это светлое пиво. А это что, типа уловка? О боже, если это пиво в бокале для вина, наверное, мы в дорогом ресторане сидим. Лево пахнет чем-то вообще таким знакомым. Фу. Вот это вкуснее, но мне такой же нравится, вот это дороже. Ну просто из-за подачи, да? Я думаю, что не надо вестись на бокал, в котором тебе налили пиво, Энди. Это все... Как ты там эффект плацебо купил. Ой, тут одно вообще-то... Правое горькое. Ой, дебе, да? Горькое и жесткое. Мне кажется, оно точно не дешевое. Точно дешевое. Лево — какое-то забродившее лазировка не сладкое. Дорогое. Какое дорогое тебе? Стаканчик. Так, ну что, снимай. А, я говорю, что вот это дорогое. Оно нежное, оно мягкое. Вот это с горечью капец, это реально горькое какое-то пиво. Очень плохое все, грустно. Тебе когда горько, тогда грустно? Ну, конечно. Вот это вкусное. Я вообще не понимаю вкус светлого пива, если честно. Это ж вообще... Нет, это больше на этом. И поэтому... Тебе в граненах? Я бы за него больше платил. Я не чувствую между ними разницы вообще никакой. Ну, я не понимаю. Сложно. Да, тяжело. Нет, в моем представлении, что, насколько я знаю, даже горькое пиво может быть хорошим. Поэтому я бы сказала, что горькое пиво дороже. Дорого – дешево. Дорого – дешево. То есть у Вики вот это вот дешево. Да. А это вот дорого. Так, разница в пять раз, да? В пять раз? Дорогое какое? Я не знаю, я просто соглашусь с Катей, потому что я не чувствую между ними разницы. Нет, мне это больше нравится больше. И поэтому я бы за него платил больше, и поэтому я скажу, что вот это дороже. Ладно, я, короче, поменяю свое мнение. Энди, снова прав. Да ну тебя. Ай, ну потому что, конечно, шаурма и пиво. Ну и что-то. Серьезно? Это краница. Прикинь, краница делает такое мягкое пиво? Да я дегустатор дешманского пива 2009. Вот реально, а это оно просто из бутылки, я люблю это пиво. Но вот так, вот это значит слепая дегустация, а не ввестись на эти бренды, на логотипах. Просто тут был такой, ну, насыщенный, вирженный вкус. Тут было такое, типа… Ну, пословнее. Ну, я пиво тоже. Да, я тоже пиво. Это такое, типа, я пиво. Я такой, я тоже пиво. Это же мягкое. А, тут рыбное что-то. Рыбное? Да, по-моему, типа, этот… Нет, это не рыба, Энди. Это какая-то тушенка. Мне кажется, по запаху. А, что? Это надо… А, фу! Ты влез туда что-то? Да, я влез пальцами в это. И что? Это тогда как «фуууу». Я не знаю. Так, а что это паштет? Мхм… Как это вкусно. Возьмем паштеты. Я просто знаю, как должен быть, как должен по вкусу быть хороший паштет. Давай всё, бери эту. А, ну классно. Смотри, какая. Требная, нет? Знаешь, как я иду? А у нас на тарелке что? Какой странный паштет. У меня какой-то прессорваный паштет. Что у меня в руке? Я знаю, какой дорогой. Фу. Гадость. Давай поменяем. Давай. А у меня что-то еще там это, какая-то штучка. Какая штучка? Не знаю. О, Леля, вторая тема. Макхайбет. Похоже на чипсы. Кошачья еда. Блин, ну просто они оба консервированы. И твоя похожа на докторскую колбасу. А я думала на кошачий корм. Фу. Фу. Вообще гадость. Похоже на эти штучки, которые были у… Ну просто сейчас которые пробовали, типа военные. Вот ты чувствуешь мой нежный такой, он разваливается. Дорогой. У меня тут дорогой. Тут что-то типа она не очень смотрится. Там еще здесь же форма. А ты уже смотришь? Нет. А как ты знаешь, что она не очень смотрится? Я уже сразу вам отвечаю. Этот дороже. Какой? Который я себе забрала. Эту кошачью еду для элитных породистых котов. Блин, я не вижу. Так скажи и ты все и избавишься от этого недуга. Фу. Конечно. Бой. Господи. Фу. Это очевидно сколько дороже. Фу. А где тарелка? Дай тарелку. Держи. Тарелку дай. Не руки, дай тарелку. Тарелку. Ладно. Я, пожалуй, соглашусь, что левая какой-то более разборчивые, не знаю, продукты там что ли, а правая я прям предчувствую, как она такая типа… Мне кажется, что… Думаешь, что вот это вторая типа, ну, не очень. А первый, да. Первый более такой. Ну, если закрытыми глазами хотели кушать. Первый такой держит форму. Но вторая, по-моему, вкуснее. Посмотри вот на этот нежнейший паштет. А вы смотрели наш ролик про армейские распаковки? Вот это похоже на продукт из армейской… А, точно у нас там был паштет, да. Ну, что-то там было. И чья это печень? Это печень, наверное, этого мифического чувака. Какого фуа-гра? Мне на вкус вот этот большинец, он нежнее. Соответственно, я думаю, что он дороже. А этот дешевле. Он такой даже не паштетной структуры. Его надо еще это… Размазать чем-нибудь. Ну, этот паштет ничего на самом деле. Ну, он все равно мерзкий, но лучше, чем этот. Этот – это вообще просто кишачья еда. Так вот, у меня кот что-то блюет второй день подряд. Отличная история. Ну. Формочку видишь? Думаю, что это делали из этого горшочка, в котором дети в песочнице играли. Туда же прям, да, запихнули паштет. Я вот голосую, что этот дорогой. Угадала? Угадали. Ну что он в доме какой? Смотри, кремовой текстуры. Два день, да? Не знаю, не читала. А, я читал. Два день. Короче, паштет! Я ненавижу паштет, но этот вкусный. Я тоже не люблю паштеты. Я ненавижу шаурму, но та была вкусная. Паштет… Может быть, просто… Все что-то дорогое. Да, просто нужно покупать все дорогое. Либо жертва денег. Жертва денег? Это я. А. Привет. Привет. О, у меня чашка, я сразу чашка офигела. А, это какао. Лилия? Моя тема. Какао. Какао, какао. Како… Какао, какао, какао. Какао, какао. Хлебникова, по-моему? Кто? Марина Хлебникова. Что она еще поет? «Чашку кофею». А значит, это про какао, про кофе и про чаю не ешь. Про все напитки. Фу, а что густое такое? Фу, блин, а что оно такое густое? Какой-то он сраный. Может, после паштета, конечно, не стоит. Ужас. Ты попробовал тот, который густое такой? Вообще. А я его первым попробовала. Подумала, а ты такой «ммм». Думаю, ничего себе. Право, это какой-то какао-суп. Фу. Фу. Слушай, они оба какие-то противные. Мам, сними пенку. Ой, пенка — это ужасно. Я ненавидел пенку. Что ты еще делаешь? А знаешь, что я еще не любила? Ты знаешь, чем прикол? Сейчас быстренько расскажу. В садике давали пенку. Бабушка приходила в садик и снимала пенку у тебя, да? Нет, ты понимаешь. Тянула на извержения какие-нибудь. А вдруг в садике, да, он любил их. И я ему загрузил, он постоянно брал их и ел. Кошмар, это как сопли. Да, гадость. Если честно. Я просто не знаю. Ну, конечно, гадость стоит. А может быть, наоборот, которая жидкая, потому что им было жалко бабок и они развели нам пожиже. Ну, не знаю. Да, я тоже думаю, что вот это, наверное, подороже. Это оба какао? Да. Ужас. Как бы его… Оба какао. Первый просто отвратительно. И скроется его, и поэтому она дороже. Правое — это больше свернувшееся молоко. Ну, суп, который мы с тобой назвали. А левое как будто более жиденькое. Да. Но и то, и то невкусное. Помните ли вы в какой-нибудь момент в жизни, когда ты, Катя, родилась Олегом? Было что-то такое? Когда Олег победил… Дракона. Когда Олег победил в челночном беге. Ладно, я шучу. Он бы никогда в жизни не победил в таком. Да я шучу. Ты хоть знаешь, что такое челночный бег? Конечно, я победил же. В смысле, что это, Катя, мы вместе вместе, у нас вместе была физкультура. А что там был челночный бег? Я победил. Сложное воспоминание спрограммировано. Вот так это и делается. Я по цвету тоже уже вижу, что это прям подороже. Да, видишь, у тебя заклеено даже что-то. Эй, у меня заклеено. А все заклеено. То ли даже кружки, чтобы отличать. Надо все это. А, точно. А, кстати, надо знаете, как, короче, посмотреть это, чтобы осадочка не было? У меня есть осадочек. Сомелья. Кажется, тут дороже, потому что он душе. Ты, это, шаурмичный соль, сомелья, я какао, какаошный. Кажется, тут как будто тут есть пашка. Я думаю, вот это дорогой, а вот это дешевый. Ну, я думаю, вот это дороже, ну понятно. Оно густое, видно, что добротно, добротно сделали. Ну, наверное, это дороже. Да, густая какао-жижная жижечка. Да, мы правы. А мы все угадываем? Мы гордимся друг другом, Катя, сейчас. Потому что мы все угадываем. Гордость, респектос. Ну, кстати, к слову, дорогой не значит, что там классный состав, правильно? Нет, значит, что, типа, какой-то непонятный состав. Как вот этот дорогой голубой или как там, типа, сынный или зеленый сыр. Как вы его и кушаете вообще? Густный, я люблю. Понимаете, для меня это просто вообще… И я такой вижу такие очень-очень гладкие, очень счастливые, но воняет и дороже, пускай будет дороже. Короче, я ставлю, что вот этот дорогой. Да. Но мне, если честно, ни тот, ни тот. Не на этом. Короче, мой идеальный какао немножко по-другому выглядит. Короче, не знаю, я люблю какао, но этот мне что-то вообще не понравился. Ни тот, ни тот. Направо. Да. Так, слышу пиццу. Я просто грибы часа у кита. Болуфабрикатная пицца. Давай потрогать. Я сейчас сначала все пощупаю, потом уже есть. У меня не плохая. У меня не вкусная. Почему-то тесто как пластилин. Или нет. Ой, вкусно пахнет. Да, тут дороже. Или нет. Это какая-нибудь смажня, а на другом конце какая-нибудь итальянская пицца. Давайте меняемся. Ужасно. Отвратительная у меня была тоже. У меня у себя нормальная еще. Блин, у тебя дешевая. Такое тесто просто лепешка. Я ж это сказал. И там этот. Я не люблю вообще, когда болгарский перец запекают. Короче, у Толи дешевая, у меня справа дорогая. Приколная? Не знаю. Я думаю, что у меня дорогая. Думаю, что у нее дорогая. Да. Это вообще жесть. Это дороже. Я сразу отвечаю. Это дороже. Наверное. Ну это конечно твоя. Конечно твоя. Да. Выглядят они обе как из сказочного замка. Точнее нет. Это из сказочного замка. Видели что такое пицца? Из пластилина. Как будто лепили. Мышка бежала, хвостиком махнула, колбаска упала, и она дальше пробежала. По тесте видно, да? По тесте видно, да? Да, тесто разное может быть. Ну за что ты менял бузьку? Конечно же, да. Иначе как? Как такую красотулечку не бузькнуть? Ну я буду очень шокирована, если вот эта дорогая. Нет, я ставлю, что вот эта дорогая. Ну это дорогая. Это не очень. Вот эта выглядит достаточно неплохо, будто просто настоящая пицца. Это же смех, это не пицца, это какой-то натюрморт. Вот какая дорогая, какая дешевая. Нет, может быть это импорт… ну импорт. И что, и половина колбасы потерялась? На границе? Ты считаешь, что это дорогая? Ну я, наверное, тоже так считаю. Какая разница в цене? В два раза? Это рубль, это два? Вот эта. Да. Я думаю, что это дорогая. Ну да, это дороже. Я вот за эту. Эта пицца была плохой при жизни и переродилась в эту. Ну так издалека даже не скажешь, что она замороженная. Здравствуйте. Ну если очень далеко смотреть… Здравствуйте. Какой? Ну, здравствуйте. Будешь думать, что это просто в ресторане не доели. Шампанское? Да, шампанское. Скажите, что шампанское, пожалуйста. Шампанское. О, факт, хорошо. А где второе? Мне кажется, вправо мой знакомый, любимый вкус Red Bull. Да? Во, я обожаю Red Bull. Сейчас мы должны подлететь с тобой. Такие, как этот, Asterix и Abelix. Белорусский и импортный, да? А, нет, это фрукт тайм. По-моему, положено фрукт тайм. Да. Боже не такой знакомый вкус? О нет. Энди пьет. Все-все-все-все-все. Энди фрукт тайм. Так вкусно, так сладко, так холодно. В левой… слева, по-моему, не Red Bull, что это более сладкое. Нет, слева вообще какое-то дешманское говно. Они одинаковые. Нет. Ты понимаешь? Разницу? Ну, вот это, по-моему, дороже. Ну, я тоже не эксперт. Я тут вам не скажу, что ох, этот энергетик дает мне, конечно, чистейшей энергией. На Олега всегда очень быстро действовали энергетики. Короче, я считаю, что правое дороже. Боже, они серьезно не дают цвета одинакового? Ты просто пить будешь, да? Энди, зачем ты делаешь? Обычно как мышлево выбрать. Сколько Red Bull стоит? Ты знаток. У тебя, наверное, татуировка есть, посвященная Red Bull. Давай посмотрим, где тут цена. Я не знаю, они по вкусу знают, если честно. Вот лично мне одинаково. Закрой глаза, закрой глаза. Давай. Блайн-тест. Это вот этот? Это, который свет потемнее. Это, который, типа, свет поярче. Прошло 2 часа, Толя выпил 2 грамма. Вот я эту интересную историю рассказывал, как ты не умеешь пить? Не рассказывал. Просто у меня маленькие глотки, в этом ничего плохого нет. Толя, Толя, маленькие глотки. Мне кажется, первый там сахар добавлен. Ага, а второй? А у меня такой, типа, ну, сахарный вкус. Поэтому мне кажется, типа, вот этот первый, типа, дороже. Да? Открывай. Ну ты вот это пил. В смысле, оба однако? Ага. Короче, я никогда не верила в силу энергетиков. Но потом я вступила в секту. Левая больше похожа на газированный напиток по мотивам энергетика. А правый — это, ну, если мне не изменяет мой вкус, вы рецептор. Давай так. Правый — более насыщенный цвет. Знакомый Red Bull. Мне кажется, Саша, это Red Bull. В какой момент ты начал разговаривать с Сашей? Короче, вот этот дороже? Я ставлю на этот. Я думаю, что вот этот дороже, ну, так, чистая, наугад. С вероятностью 50%. Но по вкусу одно и то же. Там больше сахара. Одно и то же. Давай, все, финал. Право дорого, лево дешево. Ладно, я просто ради интереса думаю, что этот дорогой, а этот дешевый. Ты решил пойти против моего мнения? Потому что этот мини-насыщенный, он такой более, ну, сказать про энергетику, он не натуральный. Нет, этот дешевый. Дорогой, дешевый. Дорогой, дешевый. Тут есть Red Bull? Да. Да. Ну, просто я уже сказала. Олег, говори, какой дороже, какой дешевле. Вот этот дешевле или дороже. Не сговаривай, смотри. Не угадает. Да ты сама не помнишь. Иди попробуй. Я не изменю Red Bull, если это Red Bull. Ну, да. Это Red Bull? Нет. Да. Да. Seriously? Да. Короче, вообще лучше не пить энергетики. Я не советую. Почему? А зачем? Так и что, Анна? Ну, это все искусственно, а не надо лучше. Отдыхайте, гуляйте, ешьте фрукты. Я была на одном еврейском фестивале. Ну, а как вы уже поняли, у нас то ли длительная совместная еврейская история. И там на фестивале, ну, в общем, где молодежь всякая тусит. К Сутину. К Сутину. Хайму Сутину. Вот. Короче, я выпила для того, чтобы не спать. Просто у меня есть привычка, не то что привычка, а особенность, что я могу типа суперэнергично, а потом наступает какое-то вечернее время пробивает, и карета превращается снова в тыкву. Все меня отрубает спать. Поэтому моими, а поскольку я не пью алкоголь, я решила, что энергетики мне в помощь, потому что мне хотелось тусить со всеми. Там, где молодежь, там, где веселые люди. К сути, к сути. Короче, я выпила Red Bull, мне стало плохо, поехала в больницу. Оказалось, что там было много всяких отравлений, была какая-то паленая партия. Ну, наверное, еще какая-то история есть про энергетик, да? У тебя тоже должна быть. Не, я люблю Red Bull. Вот и все, друзья. Ребята, вот и все. Мы все попробовали, было вкусно и интересно. На самом деле некоторые позиции прямо удивили. Мы почти все угадали, лично мы. Мне понравилось. Мне нравится эта рубрика, на самом деле. Если вам нравится этот формат, обязательно поставьте нам лайк и напишите в комментариях, что нам попробовать еще, потому что уже много чего перепробовали. Мы прочитаем и составим новый список. Да. С вами был канал Bon Appetit. Все наши друзья. Подписывайтесь на канал и ждите следующего выпуска. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова